Здравствуйте, мои дорогие люди! Я приглашаю вас на расклад из трёх позиций. Вы можете выбрать себе позицию номер один, позицию номер два или позицию номер три. Один, два или три. И мы здесь с вами сделаем экспресс-прогноз, что очень срочно хочет сказать вам ваша судьба, что очень срочно хочет сказать вам ваша дорога жизни. Вселенная, дворец. Все это называют по-разному, но все имеют в виду одно и то же. Это то, что называется самой энергией жизни, в какую сторону повернёт судьба. Один, два или три. Я вообще рекомендую все три карты смотреть, а потом для себя решить, в каком процентном соотношении они именно для вас будут подходить как перчатка. А я начинаю. Если вы выбрали один или смотрите весь, в любом случае весь смотрите, это будет коротко. Это тройка чаш. Что вам очень хочет сказать ваша судьба, прямо когда вы смотрите, это тройка чаш. Это то, что на вашей улице, наконец-то, будет праздник. Наконец-то будет праздник на вашей улице. Если до сих пор, может быть, не было так, теперь будет вот так. Это поднимаем бокалы за жизнь. Шампанское льётся рекой, когда мы имеем повод, чтобы праздновать. Что вы слышите, это капли дождя. А все знают, что дождь приносит любовь и деньги. Дороги, о чём вам хочет судьба именно сейчас сказать? Очень срочно. Не отчаивайтесь, не расстраивайтесь, не опускайте руки. Вас ждёт большой праздник. Вы, может быть, закончите какое-то учебное заведение, получите прекрасную работу. Вы, может быть, получите прекрасное место для жизни. Выиграйте в лотерею, получите наследство, выиграйте в суде, как у кого. Но я знаю точно, что вас ожидает очень крупный выигрыш. И вы будете радоваться. Вы будете радоваться вообще всегда. Потому что на душе будет нормально, спокойно, и будет уверенность в завтрашнем дне. Когда, знаете, есть такая тихая, спокойная радость. Когда есть такое чувство внутри, что жизнь прекрасна, и по ней идти легко. И Вселенная вас любит, и Творец посылает благословения. И крылатые ангелы, ангелы-хранители, нежно подталкивают вас в сторону удачи, в сторону исполнения желаний, в сторону исполнения мечты, в сторону счастья. Тройка чаш — это когда, может, у вас день рождения, я поздравляю, и отныне вы будете счастливы и навсегда. Здесь, может быть, выигрыш какой-то, может быть, вы выиграете тендер. Получите лучшую работу. Или же, может быть, вы будете делать такую работу, которую будете любить. И даже если бы не платили, вы всё равно бы делали. Но платить будут хорошо. Вы знаете, я иногда говорю своим слушателям, как знать своё жизненное предназначение. Очень просто. Себе представьте, и это так и будет, что вы очень и очень богаты, и вам вообще не нужно работать. Ну вот совсем не нужно работать. Вы можете ничего не делать. И в этом случае, когда у вас всё есть, и много денег наперёд отложено, что бы вы делали, какую бы вы работу выполняли, когда вот вам не нужно было бы оплачивать счета, не нужно было менять свою энергию на деньги, какую бы работу вы делали? И я вам скажу, что это ваше жизненное предназначение. И по этой карте вы его найдёте. Вы найдёте своё жизненное предназначение, а также вы найдёте любовь. Вот что хочет очень срочно сообщить вам судьба. Итак, вторая карта говорит, что очень срочно хочет сообщить вам судьба. И здесь карта звезда. Кстати, вот на карте звезда — это символ вечного движения. Восьмиконечная звезда — это как моментум мором всё время движется. Вечное движение, да? И у нас есть в этой звезде восемь окончаний, потом вот маленькие звёздочки, их семь, а вы — восьмая звезда. Если вы сомневаетесь, что вы ещё, вы звезда, не сомневайтесь. В вашем космосе вы светите, значит, вы звезда. Вы решаете, что делать, куда идти, с кем дружить, кого любить, какую работу делать, что есть, какой режим дня, что делать вечером, утром, днём. Вы решаете, вы звезда. Вы меряете эту воду, воду своей жизни. Вы меряете, хочу в эту воду — вхожу, не хочу — не вхожу. Вы решаете, что вам делать, и никто вам не указ. По этой карте, если кто-то захочет вам указать ваше место, скажите сами себе, ну, человеку нечего доказывать, если он негативный, ну, скажите, что ты мне не указ, я звезда. По этой карте вы будете просто популярны. Люди захотят иметь с вами дело, потому что с вами приятно. Вы очень приятный человек, а также вы красивы. Вы будете с возрастом становиться всё краше. Понимаете, дело не в возрасте, а дело в том, что нам кажется, что мы старше. И по этой карте с возрастом вы будете становиться всё краше и краше. Потому что тот, кто хочет быть моложе на 10 лет, это он хочет быть 10 лет назад, что ли, жить, не сегодняшним днём, а в прошлом жить. Ну, это старый человек, который в прошлом живёт. Ну, это такая теория есть, которую я, кстати, взяла из пространства. Из пространства мне интуиция её открыла. Вы прекрасны и молоды в любом возрасте, и судьба вам улыбается. Звезда — это то, что заметил вас работодатель, заказчик, благодарный. Заметил вас партнёр будущий. Заметила вас вселенная. Заметили вас ангелы и подарили счастье. Заметили ангелы и помогли вам в том, что сейчас вам нужно помочь. В чём сейчас вам нужно помочь. В том вам ангелы и помогли. Звезда — это исполнение желания. Это называется wish card. Загадывайте желание, оно обязательно у вас исполнится. Потому что вышла карта звезда. Вам вселенная очень срочно хочет сказать, что вы звезда, у вас всё получится. Например, вы делаете какое-то дело. Кропотливое дело. Ну как YouTube-канал, это кропотливое очень дело. Я это делаю уже много-много лет. Кропотливое дело. Не за один день делается. Вселенная вас поддерживает и говорит, ты приносишь пользу, у тебя всё получится. Ты звезда, ты будешь звезда. Да, вы будете звезда. И вы уже есть звезда. И ваше желание исполнится. И у вас будут все богатства мира по этой карте. Вот такое срочное сообщение. Что очень срочно хочет сообщить вам Вселенная. У вас будет много сил. И вы думаете, сил не хватит? Хватит. И ещё и останется. Вы думаете, денег не хватит? Хватит денег. И ещё и останутся деньги. Но удовольствие. Вы думаете, не хватит энергии? Энергия будет поступать по мере необходимости. Вообще энергия у человека неисчерпаема. Есть такой источник энергии. Эту энергию называют китайская медицина. По-русски говорят С, вообще Чи. Китайцы говорят Чи. Или же у японцев это называется энергия Ки. У нас это называется... Не знаю, у немцев, потому что я учила Ханеман, гомеопатию, называется это витальная что ли сила. Vital force. Она есть у каждого человека, даётся при рождении, и она неисчерпаема. Нам кажется, что энергия уходит. Это тогда, когда мы идём не по своей дороге или делаем не то, что нам нужно. И это первый индикатор того, что остановись. Энергия вышла. Помните, как у Христа было, когда эта женщина к нему прикоснулась к его плащу, чтобы исцелиться? Он почувствовал, из него вышла энергия. Но он святой. Вообще-то мы его сделали святым. Ну и правильно сделали. Нам нужны святые. Но это уже о другом. У меня есть даже предсказание на Библии. Это о другом. Сейчас не буду об этом. Хотя очень важно. Это энергия. Энергия Ци, Чи, Ли, Ки. Или же витальная сила. Или же священный дух, святой дух. И Христос сказал, из меня только что вышла энергия. Она не ушла вообще никуда. Она перешла. Она помогла кому-то. И может сейчас, говорят, touch by an angel. Сейчас к вам прикасается ангел и вас. Вам помогает. Дает вам силы. Потому что энергия, она как динамо-машина. Она вырабатывается. Это, знаете, как космос, который постоянно живет. Потому что вы человек, который все время обновляется. У вас перспектива есть в развитии ваших дел. Может быть, бизнеса. Может, вы поедете где-то за моря, за океаны, в отпуск, по работе. Или же на место жительства. У вас огромная перспектива впереди. Сзади вас стоит жезл. Это жезл вашего жизненного опыта, мудрости. Спереди стоит жезл. Это жезл ваших желаний, ваших планов на будущее. И то, что сзади поддерживает вас. И то, что впереди дает силу и надежду. И все будет хорошо. И ваши мечты сбудутся. Это я точно знаю по этой карте. Можете даже не сомневаться. Это карта перспективы. Это перспективы развития пути человека. Вы идете по своему пути. Вы популярны. Вы удачливы. Вы счастливы. У вас есть повод радоваться. Вот это хочет срочно вам сообщить Вселенная. Что у вас всегда есть повод радоваться. Особенно сейчас. И будущее мы начинаем именно в этот момент. Когда мы загадываем желания. Когда мы видим перспективу на развитие дел. На развитие отношений. Когда мы улыбаемся. И есть такая внутренняя улыбка. Внутренняя улыбка. Это когда правильно идет гармоничное соотношение мышечного тонуса внутри. Такая внутренняя улыбка. Она вырабатывает хороший пресс. У вас будет очень стройная талия. Эта внутренняя улыбка вам понадобится. Потому что жизнь будет такая хорошая. Что вы просто всегда будете улыбаться. У вас все будет прекрасно. Вот что говорят высшие силы. И это именно каждому слово. Высшие силы вам хотели срочно сообщить. Срочно. Вы слышите дождь. СМР. Благословения дождя. А я знаю, что мы еще обязательно увидимся. Пока-пока.